Полеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из России, скорее всего, не возобновятся в течение этой зимы. Об этом сообщил глава российского Минтранса Александр Соколов, разъясняя подписанные 15 декабря Москвой и Каиром протокол о возобновлении прямого авиасообщения между странами. Организация рейсов будет поэтапной, начнется с египетской столицы уже, возможно, в феврале, говорят в министерстве. Полеты же на морские курорты страны перспектива, по словам Соколова, более отдаленная и зависит от египетской стороны. В Каире рассчитывают, что полеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх возобновятся уже в апреле. Надеюсь, все эти переговоры, которые уже идут два года, завершатся тем, что туристы вернутся сюда на регулярных и чартерных рейсах. Возобновление авиасообщения жизненно важно для туристического сектора Египта. Оно бы положительно повлияло на туриндустрию в стране, особенно на таких морских курортах, как Хургада и Шарм-эль-Шейх, но также и внутри страны, например, в Луксории и Каире. В целом, все это очень позитивно скажется на всем туристическом секторе, если будет на то воля Аллаха. Прямое сообщение между Россией и Египтом было остановлено в конце 2015 года по инициативе Москвы, после теракта против российских туристов на Синае. Самолет авиакомпании Кагалым-Авиа, вылетевший из аэропорта Шарм-эль-Шейха, взорвался в воздухе. Тогда погибли 217 пассажиров и 7 членов экипажа.